Кто сказал, что зима не время для экстремальных дисциплин? Кто сказал, что уличный спорт не для помещений? В субботу в областном центре прошел фестиваль «Фишка». Разрушили все шаблоны, а заодно продемонстрировали свои уникальные умения лучшие спортсмены-экстремалы нашего города. BMX, скейтбординг, фриран, паркур, уличные танцы, хип-хоп и брейкинг и также различные интерактивы для зрителей. Велосипед больше, чем средство передвижения. И совсем не обязательно на нем только ездить. Такие BMX-велосипеды созданы для полетов. Обычный велосипед не выдержит, во-первых, таких нагрузок, потому что здесь, чтобы выдержать нагрузки, накачиваются в колеса в минимум 6 атмосфер, это больше, чем в фурах. И толку на нем нет кататься, потому что он ломается быстро, а эти велики достаточно крепкие. Для таких финтов крепким должен быть не только велосипед, но и сам спортсмен, причем не только телом, но и духом. Артем в BMX-е больше пяти лет. Поначалу были падения и страхи, но спортсмен сумел их преодолеть. Я для себя понял со временем, когда приходит контроль велосипеда, ко всем трюкам подходишь с умом и катаешься аккуратно, поэтому получалось без серьезных травм. Оспаривая законы гравитации, трикинг – это смесь из акробатики, боевых искусств и даже танцев. Только с виду кажется, что спортсменам эти полеты даются легко. Нужна серьезная подготовка и уверенность в каждом шаге. Каждое выступление уникальное, не поддается сравнению, так что судьям приходится нелегко. В каждом спорте направление есть уровень, когда человек делает технично, делает связки и делает сложность. И по этим критериям оценивается в основном. То есть, насколько человек качественно выступил, все это складывается. Если, например, человек упал, это уже огромный минус. Поличным бывает не только спорт, но и танец. И в нем тоже можно сразиться. В хип-хоп баттлах приняли участие самые активные и позитивные танцоры. Уже хорошо, уже хорошо. В этом состязании танцоры соревнуются один на один. Каждое движение – импровизация. Ведет тот, кто удивит судей и затмит соперника. И танцоры, и спортсмены-экстремалы согласны в одном. По большей части возраст и опыт не так важны. Главное – внутренняя свобода, желание показать себя. Наталья Югутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.